Всем привет, друзья! Я Димон, с вами Автогода Лайф. Сегодня четверг, а значит, что это самые интересные новости прошедшей недели. Всего за 5 минут, чтобы вам было что обсудить с коллегами во время перерыва. Вижу, вижу в этом выпуске новая Нива, Пола, седан, много электромобилей и даже новая Джим Хана. Смотрите! Компания Хонда, не продающая дизельные автомобили в Европе с 2018 года и ранее объявившая о закрытии в 2021 году всего своего автопроизводства в странах ЕС, теперь объявила о Полом прекращении продаж на рынках Европы автомобилей с ДВС к 2022 году. Старший вице-президент европейского подразделения Хонда Иэн Хауэлл сообщил издательству Автокар. Наша линейка будет представлять собой комбинацию электрокаров и гибридов. И еще немного интересных заявлений. Гендиректор Вольво Хоконс Муэльсон на цифровом саммите Future of the Car, организованном газетой Financial Times, сказал, я буду удивлен, если с 30-го года мы не станем поставлять только электромобили. Раньше Вольво обещала электрифицировать половину глобальных продаж к 2025-му, а сейчас доля гибридов и электрокаров точно не превышает 20%. Значит, у них есть еще 4 года, чтобы подтянуться до 50, и еще 10, чтобы перейти на электрокары полностью. Как вы думаете, получится? С трудом верится, а вот в планах Бентли я почему-то более уверен. Процесс перехода на батарейные модели будет постепенным. В 2021-м Бентли представит подзаряжаемые гибриды. К 2025-му подоспеет первый электромобиль. При этом компания не станет сразу замещать свои нынешние модели электричками. Континенталь, Flying Spur и Bentayga до последнего будут иметь гибридные системы с двигателем внутреннего сгорания. А свои эксперименты на Ниве чистых электромобилей в Бентли начнут с неформатных моделей. Как сообщает британское издание Автокар, первой электричкой станет некий высокий седан с дизайном в стиле прошлогоднего концепта Бентли EXP 100 GP. В период с 2025 по 2030 Бентли выпустит еще несколько электричек, для которых предстоит подобрать новые рыночные ниши. Инженеры Бентли ожидают, что по дальнобойности и удобству ежедневного использования электромобили окажутся на одном уровне с гибридами только к 2030 году. Поэтому лишь тогда компания сможет заменить свои традиционные модели батарейными машинами. Но мы, пожалуй, продолжим по теме электрификации. Британцы из компании Loomas занимаются восстановлением и апгрейдом своих отечественных автомобилей. В этот раз они превратили Range Rover Classic в электричку. Ну, в общем, верной дорогой идут товарищи с учетом курса своего правительства. Всего планируют построить 50 Range Rover Classic, но ценник вообще негуманный. 245 тысяч фунтов стерлингов, что в рублях больше 24 мультов. Для сравнения, 565-сильный Range Rover Sport SVR Autobiography стоит 21. Этот ростомод получит мотор с отдачей 380 сил и 700 ньютон-метров момента. Батарея будет 80 кВт-час, запас хода 400 км. В общем, до того, как у нас объявят запрет ДВС, надо такие компании открывать. Берем старую Ниву, перевариваем, тюним, продаем задорого. Короче, профит. И, кстати, о Нивах. Новая Lada Niva засветилась на фотках в Адлере во время фотосъемки для рекламы. Источники, знакомые с производством на заводе Lada Zap в Тольятти, подтверждают, что снимки подлинные. Онлайн-презентация запланирована на январь 2021, а старт продаж должен быть в феврале. Но, как вы поняли, мы добрались до новостей ВАГа. Любимый в России многими половичок может быть спортивным. Он стал быстрее... тормозить. Все благодаря пакету Sport. Выпуск пола с пакетом Sport стартовал в начале декабря, в тот день, когда Volkswagen объявила о прекращении всей своей автоспортивной деятельности. В этот пакет входит решетка радиатора с фирменными сотами GTI, 16-е диски Torsby, тенировка задних стекол и фонарей, черные зеркала, спойлер на пятой двери, оригинальная отделка интерьера с красной прострочкой и черным потолком. Цена пакета зависит от комплектации. Стартует с 37 тысяч до 85. В общем, бойтесь, маскалкары и стритрейсеры. А что там еще, увага, интересного? 2021 год станет супер важным для Шкоды. В модельном ряду бренда появится электрический кроссовер ENIAC, в том числе в спортивной версии GT. Хэтчбэк FABIA нового поколения, у которого будет и версия с кузовом Universal, а также обновленный Kodiaq. Видео автомобиля было снято на трассе D11 в Чехии. Там же ранее сделали снимки новой FABIA. Прототип обновленного Kodiaq замаскирован спереди и сзади, остальное открыто. Значит, ждем фейслифт. И у Nissan есть новинка, кашка третьего поколения. Японцы показали тизеры и выглядит все очень классно. Первое, что сразу бросается в глаза из крутого, это шикарная интерактивная приборка на 12,3 дюйма. Есть еще проекция на 10,8 дюйма, и в Nissan говорят, что это самый большой проекционный дисплей в этом сегменте. Даже дисплей мультимедиа, и тот меньше, всего 9 дюймов. Не во всех комплектациях, но все же доступна беспроводная зарядка, премиум музыка Bose, отделка кожей Nappa и даже массаж передних сидений. Размеры самого кроссовера увеличатся за счет новой платформы. На заднем ряду станет свободнее сидеть на 2,8 сантиметра, а багажник вырастет на 74 литра и составит 504 литра. Мотор, как прежде, турбомалыш 1,3 литра на 140 и 155 сил. А теперь о быстром. Врыкся с тихо, да еще и на 875 сил врывается в новую 11-ю Джим Хану, которая, кстати, станет первой без кена блока. За рулем Subaru был Трэвис Пастрана, который возвращает Джим Хану к истокам и наваливает по своему родному Анаполис в штате Мэриленд. В общем, не буду спойлерить, вы должны увидеть это сами. Ссылочка в описании. А еще поздравляем кузовное ателье Zagato со 100-летним юбилеем. Три компании объединили свои усилия для того, чтобы создать коллекционные автомобили с очень длинным названием. Aston Martin Vantage V12 Heritage Twins. Как уместить это сзади на шилдике не знает никто, зато в Zagato для модели придумали оригинальные углепластиковые кузова купе из питста. За доводку техники отвечала фирма Air Reforged. Первые два экземпляра спецсерии предназначены для супругов Андреа и Мореллы Zagato. Фишка эксклюзива в том, что автомобили продаются только парами. Открытая и закрытая версии вместе. Цена не называется, но тираж известен. 19 пар. Это отсылка к году основания ателье Zagato. Кузов и кожу салона можно окрасить в абсолютно любой цвет по желанию заказчика. С атмосферникова 12 объемом 5,9 литра сняли 608 сил, хотя на исходной модели было всего 517. Коробка 6-ступенчатый автомат, а на задней оси единственный ведущий стоит совоблокирующийся дифференциал. Подвеска занижена на 10 мм, колея расширена на 20 мм. Ну вы помните, да? Если хотите больше новостей и подробнее, то заходите на сайт автогон.ру, мы будем рады. С вас лайкс на новые видосы, с вами был Димон, всем пока! Вижу, что ты не подписался. Подпишись! Субтитры сделал DimaTorzok